Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. В Египте, в стране, которая когда-то была самой сильной в Арабской Лиге, набирает силу антимериканский ветер. Египетские политики настоящего и предыдущего режима, а также интеллектуалы и журналисты поднимают шум по поводу своего раздражения на США и их политику. После отказа Обамы, бывшему президенту Хосни Бубараку и поддержки братьям-мусульманам против настоящего военного режима, Египет больше не видит в США своего надежного партнера. Военный режим под руководством генерала Аль-Сиси управляет страной в основном за счет современного американского оружия и ежегодного гранта в 1.3 миллиарда долларов США. Это не помешало генералу высказать упреки в адрес администрации Обамы. Египет когда-то до 70-х годов был союзником России, на самом деле Советского Союза. И возвращение к той ситуации превратит Израиль в остров между Сирией и Египтом. Сделка с Басшаром Асадом в Сирии не была результатом внезапной борьбой с совестью, в которой сирийский президент осознал, насколько аморальным было использование химического оружия. Соглашение включало сделку по доставке оружия, благодаря которой Асад получил новейшее российское оружие. В Израиле проживает более 1 миллиона российских евреев и мигрантов. Это один из факторов, который Путин сам подчеркнул. Что касается российско-израильских отношений, они относительно хорошие в данный момент, несмотря на российскую поддержку врагов Израиля. Другими словами, в предстоящие месяцы карта союзников на Ближнем Востоке может измениться. За последние пару недель евреи отмечали праздники Рошашана, Новый год и Йом-Кипур. А между этими праздниками многие евреи посетили храмовую гору, которая является центральным местом этих праздников. Однако посетители не очень хорошо встречают многие мусульмане. И на прошлой неделе вышел призыв защитить храмовую гору от израильских посетителей. Заместитель спикера Кнесета Моши Фейглин сейчас оспаривает контроль мусульман на храмовой горе. Поскольку гора была закрыта для немусульман на протяжении двух недель во время Рамадана, месяца поста у мусульман, евреям должен быть открыт эксклюзивный доступ на гору во время праздника Кущей. Написал он в письме полиции. Фейглин советует израильским властям немедленно отменить все правила, производящие различия между мусульманами и другими, и открыть все входы для всех посетителей в любое время. Эти мечети на горе стоят на руинах византийских церквей или монастырей, которые в свою очередь стоят на руинах еврейских построек, на еврейской храмовой горе. Если бы там не было раньше храма, то впоследствии там не было бы ни церкви, ни мечетей, ни на храмовой горе, ни где-либо еще. Конечно, любые изменения на храмовой горе должны совершаться постепенно и с особой осторожностью, но нельзя соглашаться с тем, что евреям нельзя молиться в их святейшем месте, особенно в еврейской стране. Суккот празднуется в 15-й день месяца Тишрей согласно еврейскому календарю. Этот праздник также известен как праздник Кущей, который отмечается под случаю сбора урожая. Он один из главных праздников, который еврейский народ в библейские времена должен был приходить в храм в Иерусалиме. Во время этого праздника еврейские семьи строят кущи или шалаши. Куща должна быть построена из временных материалов, крыша должна быть закрыта, не полностью, чтобы видно было небо через него. Она напоминает тот тип шалаша, в котором жили израильтяне, когда скитались по пустыне на протяжении 40 лет, и отражает милосердие Бога, который обеспечивал все их нужды в пустыне. Семьи едят и приглашают гостей в свою кущу во время праздника. В книге Левит 23.40 написано о четырех видах растений, которые необходимо взять с собой во время праздника, чтобы радоваться перед Господом. Этрог и вкусом, и запахом представляет евреев с хорошими делами и образованием. Финиковая пальма дает финики со вкусом, но слабым ароматом, и представляет тех, кто имеет образование, но не имеет хороших дел. Мирт имеет запах, но не имеет вкуса, и представляет тех, которые делают добрые дела, но не образованы. Верба не имеет ни вкуса, ни запаха и представляет людей без знаний и без добрых дел. Тем не менее, евреи объединяются вместе, как все четыре вида растений, чтобы славить Бога в праздник Суккот. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. Субтитры сделал DimaTorzok